Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Традиционно начнем с вопроса от телезрителя. «Пару лет назад купили дачу. В этом году решились что-то посадить. Участок уже 10 лет не обрабатывался. Думали перелопатить все и посадить картошку. Или после копки надо чем-то обработать и дать земле выстояться?» Вопрос от Сергея. «Большинство россиян сейчас живут в предвкушении дачного сезона. Солидную часть наших огородов традиционно занимает картошка. Как ее проращивать правильно, чтобы урожай радовал глаз, живот и позволял им гордиться, нам расскажет агроном Александр Попов. Александр, добрый день!» «Добрый день, Екатерина!» Телефон прямого эфира 469060 с любыми вопросами касательно этой культуры. Звоните, спрашивайте. Мы постараемся подсказать. Еще один вариант. Пишите нам на ICQ. Также постараюсь озвучить все ваши вопросы. И для начала нужно все-таки прокомментировать вопрос от нашего телезрителя Сергея. Что делать, если 10 лет участок не трогали? Это называется солена. Все просто. Что делать? Ну, естественно, прежде всего, если по современным технологиям брать, это, естественно, осенняя перекопка. Почему осенняя? Потому что все вредители, которые накопились, это, в частности, проволочник, какие-то другие лечебники... А они там копились эти 10 лет? Конечно. Проволочник же питается пыреем ползучим. И в основном... То есть ему там было хорошо? Да, ему было там очень хорошо. Тем более, если участок запырейный, конечно же. Ну, и с повышенной кислотностью. Обычно, если химию не хотят использовать, то перекапывают на большую глубину и, естественно, вносят одновременно навоз. Это может быть как куриный, так и обычный, от крупного рогатого скота. Ну, и потом перекапывают на осень. Оставляют весной, разбивают комки. Ну, и тут вопрос стоит о том, если злаковые травы преобладают больше именно в целине, то тогда, конечно, нужно вычистить все корневища, убрать. Да, это трудоемость. То есть шансов на то, чтобы посадить картошку в этом году у нашего телезрителя нет? Почему? Есть. Ну, проще сделать, обработать гербицидом, конечно же. Гербицидом, если обработать сверху, то все злаки погибнут. У нас есть огромная линейка гербицидов всевозможных сейчас, особенно против злаковых трав, сорняков. Обрабатываются очень... Они, по сути, безвредные, они ведь разлагаются в почве. Да, особенно глифосатсодержащие, они при попадании в почву разлагаются на углекислый газ и воду. То есть это довольно-таки простые вещества, которые не повредят. Осенью обработали, чуть-чуть травка желтеть начинает, сразу же перекопали, перевернули дерн, он внутри почвы перегниет. Все, и можно спокойно на следующий год сажать. Конечно, там появятся сорняки однолетние особенно, которые копились, у нас же семена в почве копятся довольно-таки долго, и они прорастут, естественно, ну и стандартно, потом уже борьба с сорняками. Ну, то есть, получается, если они сейчас все-таки спохватились, сейчас уже весна осталась, до посадок, ну, там, не знаю, полтора-два месяца, уже не обработается? Нет, ну, почему тоже можно обработать? Просто посадки затянутся. Имеет смысл, конечно, для вытеснения сорняков лучше участок подготовить, то есть травку взяли именно участок, который захотели они обработать, целинный, его перекопали, и посеять, допустим, те же самые седираты в виде азимы ржи, либо же злаковых каких-то, там, овес, ячмень, совместно с бобовыми, совместно с викой, к примеру, или там... Совместно с чем? Вика. Это что такое? Вика – это бобовая культура, которая используется для корма на скоту. Но ее можно также использовать в качестве седиральных паров, то есть это улучшение структуры почвы. То есть оно все лето там простоит, получается, а потом еще раз ее перекопать? Да, потом ее просто перекопать. Во-первых, густой покров, который образуют злаковые, именно культурные злаковые, они же однолетние, они вытесняют сорные растения. То есть это один из методов борьбы именно с теми сорняками, которые у вас лежат в почве, когда вы переворачиваете пласт, они у вас внутрь уходят. И, соответственно, есть большая вероятность, что они прорастут. Ну и осенью опять же перекопать, и все. И я думаю, что потом будет лучше, когда дернина уже начнет разлагаться. Ну и, естественно, если злостные сорняки, лучше, конечно, использовать кирпициды. Итак, приступим к картошке. Картофель – такая культура, любимая нами семья. Готовиться надо потихонечку к проращиванию, да? Да, обычно мы на проращивание картофель достаем за 30-35 дней до посадки непосредственно. Так как вот мы выходим на улицу, каждый день видим, что на сегодняшний день у нас 10 апреля, а снег еще не растаял. И, к сожалению, по гидрометеоцентру, как он сообщает, довольно-таки это не скоро произойдет. Затяжная весна, она сдвигается в сроке посадки. Почему? Это же, даже если моментально растает весь снег, абсолютно моментально, то мы понимаем, что влаги будет много, снег-то много. И почву не так просто будет переработать, а в сырую, холодную почву сажать у нас рискованно. Особенно в условиях севера. У нас есть такая болезнь, вот здесь как раз на клубнях она у нас представлена. Вот такие вот черные точечки на клубнях обычно образуются. И вот эти вот черные точки называются споры резоктонии. Резоктониоз – это болезнь северных холодных почв. И вот как раз-таки мы, когда картофель прорастет, у него могут часть стеблей просто подгнить снизу, ну и, естественно, урожай его не получит. Или куст будет недоразвитый, клубня вообще не будет. То есть просто-напросто есть такая... Они погибнут, эти кусты, и, соответственно, урожая не будет. Поэтому бессмысленные ранние посадки. Но чтобы нам, вернее, оздоровить немножко картофель, нам нужно его прорастить. Такой способ... То есть это делается для оздоровления? Я думала, если честно, для ускорения сроков? Не только. В условиях севера у нас короткий вегетационный период. Как мы можем помочь картофелю выставить против болезней, быть более устойчивым и плюс более быстро набрать урожай? Этот способ называется еровизация. Еровизация бывает разных способов. То есть первый способ – это у нас стандартное прозеленение. Солонин – зеленый пигмент, который образуется, когда картофель лежит на свету. Он способствует умерщвлению грибных инфекций, которые находятся в клубнях. Это, в частности, резоктония, альтернариоз, фитофтороз. Конечно, панацеи этого не существует. Но в данном виде как раз-таки он способен хотя бы процентов на 50 снизить вот эту негативную тенденцию к болезням. Что получается? При помощи еровизации в клубнях, вот, к примеру, вот здесь вот, вот зеленый у нас есть клубышок с одной стороны, вот росточки небольшие у нас есть, и зеленые клубни, они прорастают лучше. У них ростки крепенькие, маленькие. Они выдерживают, когда вы в почву их бросаете клубни, вы же все равно не кладете каждую клубню, присыпаете землей сверху, получается довольно-таки большой. Иногда комок попал на глазок, и можно сломать. Вот такие вот ростки, например, большие длинные ростки, они обычно ломаются, и, соответственно, чем больше ростков обломанных, тем больше потери. То есть, чем больше, у нас есть прямая зависимость от количества стеблей, количества клубней. То есть, на один стебель у нас картофель, куст картофеля дает 2-3 клубни. Соответственно, чем меньше у нас основных побегов, то есть, вот и проклюнувшихся глазков, тем меньше у нас клубней под кустом будет. Но, опять же, это все-таки особенности сорта и технологии выращивания. Что касается прозелененных клубней, ростки у них образуются маленькие, крепенькие, толстенькие. Вот здесь вот тоже хороший пример, вот, кстати, проросшие на свету. Вот здесь вот корневые бугорки образуются при попадании такого клубня в почву. Ну, естественно, это переросший росток, они поменьше немножко. Вот эти корневые бугорки, они сразу же дают корневую систему. То есть, клубень, уже вот этот маточный клубень, который здесь видно, что он уже питательные вещества с него ушли. Все смесилы отдал. Да-да-да, на прорастание. То есть, уже сможет питаться за счет почвы. Ну, и одновременно маточный клубень у него будет в качестве запасных питательных веществ. И на нем, вот сверху, опять же, здесь видно, образуются уже сразу же листики, которые впоследствии будут очень быстро расти и развиваться. То есть, такие клубни быстрее сдают сходы, соответственно, раньше происходит отдача урожая. Напомню нашим телезрителям про телефон прямого эфира 46 90 60. У вас есть возможность позвонить и задать свой вопрос касательно картофеля. Не только проращивания, но и посадки. Вот все любые вопросы, какие вы хотите задать, звоните, задавайте. Если получается, в этом году затяжная весна, то есть, сроки посадки отодвинулись, они традиционно какие? Начало июня? Нет, почему? У нас, если это южная зона республики... Сразу заметно, что я картошку не сажив, да? Южная зона республики у нас все-таки это конец, середина мая, конец мая, иногда начало июня, в зависимости от весны, опять же. Ну, и готовность участка самого непосредственно. То есть, воды мало, почва обработана, можно сажать. Ну, и теплая довольно-таки. Надо понимать, что в холодную почву меньше 7 градусов, картофель не имеет смысла закапывать, поскольку картофель не будет расти. Он просто там будет лежать. И будет большая вероятность, что он будет поражаться болезнями, задыхаться и так далее. То есть, много причин для того, чтобы картофель не сажать в ранние сроки. Для северных районов это же все-таки конец мая, третья декада мая и первая декада июня. У нас вообще в республике сложилась такая тенденция, что до 6 июня, вплоть до конца первой декады июня, у нас очень велик риск возврата заморозков. И при ранних посадках, если картофель зашел уже в конце мая или в начале июня, есть вероятность, что... Зелень может погибнуть? Да, ростки может побить именно заморозками. И опять же мы... То есть, надо подгадывать так, чтобы заморозков к моменту прорачивания уже не было, да? Либо же, мы же все слушаем прогноз погоды, можно перед... Вы услышали, что завтра обещают заморозки. Не факт, конечно, что это будет, но тем не менее. Можно взошедший картофель просто окончить. В этом случае земля, землей он закроется, да, и спрячем ее, холода уже ему будет не страшна. То есть, идеальное время для того, чтобы вытаскивать картошку на свет белый, чтобы ее прорастить, это конец апреля? Это начиная где-то с 15-го, 20-го апреля. То есть, вот-вот уже получается. Да, можно проращивать, видите, есть методы, которые ускоряют проращивание, например. Если вы с осени прозеленили картофель, он у вас зеленый, надо понимать, что у нас белый картофель зеленеет быстрее, красный, классно-клубневый картофель зеленеет довольно-таки дольше. То есть, если белый клубневый он зеленеет в течение 5-6 часов на свету, то красно-клубневый он зеленеет в течение сутки, 2-3, в зависимости от насыщенности окраса кожуры. Но картофель, когда вы на солнышко кладете, на прямые лучи нельзя выставлять. Почему? Потому что будет происходить подсыхание именно самих почек, и что будет получаться в конечном итоге, что у вас корневые бугорки не сгорят. Раз. И во-вторых, сам клубень будет довольно-таки поврежден, потому что прямые солнечные лучи – это не совсем хорошо. То есть, под крышу нужно? Ну, если осенью, вот, допустим, мы выкопали картофель, семенной мы отдельно обычно убираем, мы его промыли хорошенечко, просушили, положили на солнышко, прозеленился, убрали в хранилище. Он даже лучше хранится в этом духе. Если не успели это сделать весной, достаем его. Ну, я беру обычно полиэтиленовые пакеты плотные, делаю в них дырочки для того, чтобы циркуляция воздуха происходила. Закладываю в него картофель, ну, это где-то килограмма-два на пакет обычно выходит, и раз там в день, раз в два дня опрыскиваю водичкой, без фанатизма только чуть-чуть. То есть, влажность там должна поддерживаться, но мокрая не должна быть, нет? Нет, влажность чуть-чуть должна поддерживаться, совсем-совсем чуть-чуть, если у вас дома сухо особенно. В этом случае клубни быстро озеленеют, ростки получаются маленькие, аккуратненькие, компактные. И этот способ, он обычно, ну, в течение 20-25 дней, вот этот вот способ действует. У нас есть еще другой способ для ускорения процесса. Если вы не успели, не прозеленить, не достать картофель. Ну, поздние сроки посадки, а вот сажать уже надо. Что для этих целей делается? Обычно в теплое, влажное, темное помещение достаются клубни и туда кладутся. В этом случае... Например, баня, которую они используют. Да, можно и так. У картофеля происходит очень быстрый рост ростков. Они получаются белые, тонкие, нитевидные. Это плохо, они могут сломаться, да. Но мы их после этого сразу же достаем. Обычно это в течение 7-10 дней, где-то так держатся в темноте, в теплом, во влажном месте. Потом их перекладывают на свет. В этом случае ростки укрепляются, утолщаются, клубень зеленится, ростки тоже озеленяются. На них уже происходит закладка корневых бугорков, будущих листьев, стеблей и так далее. Все, и вперед можно сажать уже. Это там буквально в течение 3-4 дней. Вот на солнышке она не доходит. Это способ ускорения. Есть еще способ прогревания. То есть, когда мы достаем клубни и в ящичек раскладываем, в пакет, кто как делает, и ставим их в батареи непосредственно. Буквально тоже на пару дней. Но, естественно, опять же поддерживаем влажность чуть-чуть, не сильно опрыскивая, хотя бы раз-два раза в день. В этом случае клубни происходят, при нагревании происходит, внутри клубни происходит быстрее обмен веществ. И они быстрее прорастают. А вот самое традиционное, это усеиваются просто ящичками подоконники, если снаружи смотреть. Вот такой способ. Ну, такой способ как раз-таки это самый первый способ. Обычно, что зеленят. В этом случае клубни получаются с маленькими, тонкими, толстыми, вернее, такими упитанными росточками, зачатками всего, чего нужно. Это обычно получается при первом способе, при озеленении. Именно прозеленении клубни. Ну, а если вот, предположим, дачник, ну, все вроде сделал правильно, вовремя достал, за 30-35 дней выставил, а ростки слишком пошли в рост. Вот как-то вот этот процесс нужно останавливать? Я так понимаю, что они должны быть крепкие. На солнышке никогда ростки быстро в рост не пойдут. Это нужно месяца два-три держать клубни. Только вот в этом случае вот такой вот у нас росток получится. А так ведь никогда не получится длинных ростков. Картофель сам стимулировать будет прорастание. Но и не надо за два месяца, за три месяца доставать. Это ведь иссушает маточный клубень. В нем меньшее количество питательных веществ, нужных для первоначального роста для картофеля, остается. И поэтому урожай будет снижен. Нужно все делать в свои сроки. Если вот 30 дней мы, за 30-35 дней мы достаем картофель для проращивания на свету, прорастили его, посадили, мы уже заложили в него потенциальный урожай. И чем качественнее, лучше мы это сделаем, тем больше будет конечный урожай. Ну, надо понимать, что не все, естественно, много факторов зависит от качества посадочного материала. Больной картофель никогда в жизни никому не рекомендую сажать. А во время проращивания может проявиться какая-то больница? То есть вроде как красивый был клубень такой, отложили его полностью. Во время проращивания обычно и проявляется большая часть болезней. Те, которые в зимний период не проявились или в осенний период при уборке не проявились, то их обычно потом на проращивании эти болезни проявляются. Их лучше сразу же удалить. Каким образом могут проявиться болезни? Появиться темные, на клубнях могут появляться темные пятна. Всевозможные. На клубнях могут, ну, клубни просто могут загнить, с них вода потечет. Вот это вот бактериозы обычно мало, мы не всегда можем проследить проникновение бактерий внутрь, это микроскопически все-таки. То есть, получается, нужно во время проращивания просматривать, ну, чуть ли не каждый клубень, чтобы не пропустить какие-то болячки? Нет, конечно. Вы же, прежде чем положить на проращивание, вы все равно будете одним-двумя слоями закладывать клубни. Вы все равно будете мыть и, возможно, обеззараживать мраганцовкой или же другими растворами специализированными, которые у нас продаются в магазинах. В этом случае они у вас будут лежать. Но перед посадкой вы все равно увидите наверху, если это мокрая гниль, то у вас появится очаг. Его нужно немедленно убрать, естественно. Но и очень редко, когда происходит загнивание клубней, особенно, ну, после процесса озеленения и прорастания, ну, и клубни, те, которые не способны дать урожай, они у вас не прорастут. Да, бывает такое. На что еще нужно будет обращать внимание во время проращивания, чтобы потом все-таки хороший урожай получился? Мы расскажем после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь и звоните.